Это Никита Махаев, человек, который прошел путь от первых ростков на подоконнике до создания успешного международного бизнеса. Разработав уникальные технологии и стратегии, он уже более четырех лет помогает другим запускать прибыльные проекты. В этом ролике он ответит на распространенные вопросы и поделится своим опытом и знаниями. Итак, сейчас мы будем пересаживать цветы. Смотрите. Зеленая масса достаточно большая. То есть, примерно сколько наверху, столько сейчас и внизу корней. Если корней будет слишком много и неподобудет развиваться, то и цветы тоже не будут расти. То есть, они останавливаются в росте, замрут и не будет большое количество цветов появляться. Полностью оплел, значит уже растение развиваться не будет. Сейчас мы пересадим его. Макошечек побольше, на два раза. Аккуратненько достали. Насыпали субстрат. У меня это кокос. В кокосе 30% вермикулита от объема кокоса обязательно, чтобы не было перелива. А что такое вермикулит? Ну, вермикулит, такая вулканическая порода, используется для того, чтобы не было перелива. Он одновременно и отталкивает воду, и впитывает, держит немножко в себе воды. То есть, он не дает перелить растение. Таким образом, растение можно вообще заливать в ухнарь, и лишняя вода будет стекать через дренажное отверстие у нас вот есть, да, через них же растение и пьет. И, соответственно, вермикулит не даст растению перенасытиться водой. То есть, оно возьмет равно столько, сколько нужно. Корни будут дышать, будет кислород, будет хорошо. Вот, все, я пересадил. Горшок побольше. Через месяц можно будет пересадить в горшок еще больше. Также цветы желательно все срезать сразу. То есть, чтобы их не было на кусте. Если будут цветы, все растение будет силы в цветы отдавать. А нам нужно набирать зеленую массу. Чем больше зеленой массы, тем больше цветов. Таким образом, чтобы было больше цветов, нужно их срезать постоянно. То есть, либо в продажу, либо в рекламу. Либо просто срезать, чтобы в итоге получить больше. Многие растения черенкуются. Поэтому эти лишние ветки, которые пилинные, мы просто можем отрезать. Желательно скальпелем чистым делом. Упираем, освобождаем от листьев и вставляем в воду. Наливаем в воду, вставляем. Далее у нас появляются корни. Вот такие. И как только появляются корни полноценные, мы их пересаживаем. Сейчас покажу, что можно сделать вот с такой настурцией. Мы хотим ее размножить. Посадить ее вот в такие вот горшки. Что я делаю? Достаю кусочек. И сейчас аккуратненько буду разделять на мелкие части. Конечно, уже поздновато, корни хорошо сплелись. Сейчас буду их рвать немножко, она стрясанет, что-то не выживет. Но в целом разделю нежненько на несколько кусков. И каждый по отдельности посею в горшок. Настурцию мы используем по большей части на листья. Также кокос у меня, плюс вермикулит. Но лучше всего, конечно, использовать перлит. Перлит побольше. А перлит это что такое? Такие белые перанулы небольшие, они тоже одновременно отталкивают и впитывают воду. Тоже не дают перлит. То есть изначально вообще всегда идет перлит. Так как здесь у меня в Индии перлит стоит в три раза дороже, чем вермикулит, конечно, поэтому я использую вермикулит. Вот, примерно вот пересадили. Корни можно спрятать. И аккуратно сверху присыпать кокосом, чтобы все корни были закрыты. А что это такое на стене? Вот это? Да. О, это технологические карты. Знаете, как на кухне, когда повара работают, у них перед глазами все рецепты блюд, как они должны выглядеть, как украшать. То есть я решил то же самое. Это часть моего курса распечатанная. Здесь плотность посева, и здесь полная технология по выращиванию каждой культуры. От и до. Со всеми нюансами, ошибками. Здесь самые популярные культуры, которые мы используем. И чтобы тот работник, который здесь у меня работает, если он чуть не знает, сомневается, подошел, посмотрел по плотности посева, сколько семян власть. Ну и, соответственно, если он затрудняется с технологией, можно открыть, почитать полностью технологию посева от и до. Очень удобно. Часто используемся своими клиентами. Просто они распечатывают в виде книжки и находят нужную культуру. И, соответственно, делают, как написано. Сколько времени тебе потребовалось, чтобы выучить все названия растений? Слушай, ну я начинал вообще с маленького количества. У меня было немного растений. И постепенно-постепенно запоминал. Но как-то само приходит. Теперь по внешнему виду, по виду семян, по первым листочкам, вообще, в принципе, уже любое растение могу определить. И проблему, какая с растениями есть проблема. Если что-то не так, скидывают фотку. А что здесь, почему не так? Вот только что скидывали, там рукола начинает болеть у них, начинает падать отсутствие обдува у них. И влажность 75%. Это очень высоко. Поэтому рукола у них падает. Советовал добавить обдув, понизить температуру, понизить влажность. И тогда все должно в порядке. Я начинал же, ну сразу, 100 культур. У меня начиналось там 10-15 культур. То есть микрозелень, в принципе, несложно выучить. Ну, рано или поздно ты постоянно записываешь, что у тебя в наличии, сколько культур, какие названия. Сначала я подписывал в боксике все. То есть у нас что-то не подписано, мы разбираемся как бы на в целом. Просто клеим наклейку с названием культуры. Это у нас марь, марь гигантская. Наклейку клеим со званием культуры. Ну и человек уже, соответственно, запоминает. Смотрится, поставляет и всем приходится. Если сомневаешься, попробуй на вкус культуру. И будет понятно. Либо на вкус, либо на запах. То есть сложно определить те, которые там пряные или бэби. А микрозелень, в принципе, легко запомнить. Поэтому если сомневаешься, просто откусил, попробовал, как бы и знаешь название. Потому что она либо вкус, либо аромат у нее будет соответствующий. Базилик, базилик, щавик, кислый. А чем отличается микрозелень от бэби-зелени? Ну вот. Микрозелень. Это первые два листика, вот эти сердечки семидоли. Вот это микрозелень. Это вот все растения, абсолютно все растения проходят стадию микрозелени. Микрозелень равно просада. Далее. Что такое бэби-зелень? Бэби-зелень это уже настоящие два листочка, которые появляются у нашего растения. То есть вот, допустим, мизуна, вот эти кудрявые. Это уже бэби-зелень начинается. Сейчас покажу, если я срагуну. Вот. Мизуна микрозелень. Первые два листика семидоли. А вот уже бэби-зелень, это когда уже полезна настоящая пара листьев растений, это уже бэби. И, соответственно, бэби-это перья микрозелень и не до взрослых зелень. Три стадии там указываются. Микрозелень, бэби-зелень, взрослая зелень и уже цветы на цветение, если она цветет. Или блады на поглошение. Это четыре стадии. Из всей микрозелени можно сделать бэби-зелень. Только нужно, соответственно, если мы сеем на микрозелень, мы больше семян добавляем. Если у нас бэби-зелень, то в два-полтора раза меньше семян добавляем, чтобы корня было место, чтобы они не боролись там, кто больше съест, кто сильнее будет, чтобы они себя хорошо чувствовали и, в принципе, не погибали. Поэтому сеем сразу заведомо меньше семян. Ну и ждем, соответственно, больше. Микрозелень растет 7, даже 6-12 дней. Бэби-зелень растет 12-35, скажем так. Мелисса вообще до 45 растет. Нужны ли удобрения на ферме? Да. Если мы пользуемся грунтом, торф, грунт, можно в первую часть времени не удобрять, не пользоваться удобрением. Потому что в земле уже есть все эти же вещества, которые мы добавляем. Но если мы пользуемся кокосом, он пустой. Во-первых, нужно промыть хорошо, чтобы он прям полностью был пустой. Во-вторых, его нужно удобрять. Если пользуемся агроватой, самая популярная в России агровата, то исключительно нужно добавлять удобрения. Та же самая микрозелень. Если мы в микрозелень не добавляем удобрения, она растет быстрее и больше. Я лично не пользуюсь удобрениями с микрозеленью. Только уже все, что старше ее, я короблю. Но опять-таки у меня не было конкурентов, поэтому я мог себе позволить. В условиях высокой конкуренции, в условиях того, когда у вас 50 стеллажей, конечно, нужны удобрения. То есть там концентрация просто маленькая. Чем меньше растения, тем ниже концентрация. А вот уже в зелени непрямую травму цвета, удобрения просто необходимо. Без удобрения они физически не вырастут. Им нечего будут кушать, они пожелтеют и просто сдохнут. Потому что им не будет еды. Всем нужно кушать. В грунте, в земле, в торфе содержатся эти удобрения. Какие-то вещества калий, магний, фосфор, фтор, цинк и так далее. Все это есть. А мы используем все то же самое, только мы искусственно добавляем воду. Той же концентрации примерно, определенной концентрации каждого растения. И таким образом получается полноценное здоровое растение, ему хватает всего. Можно ли выращивать огурцы и помидоры вместе с микрозеленью? Нет, не все растения можно выращивать в виде микрозелени. Посленовые не идут вообще точно. Бобовые не идут. Только на промостке максимум. Так что огурцы тоже... Ну, огурцы, в принципе, вот он. Также вы едите огурчик. Если сейчас это лис есть, он будет на вкус как кабачок. То есть, ну, плюс-минус как бы можно, но особо не растят. Вот, то есть, если сейчас есть, он и бахнет, как огурчик и кабачок. То есть, на вкус будут также. Плодовые, плодовые типа огурца, помидора, тыквы, кабачка, не растим на микрозеленье и бобовые не растим на микрозеленье. Все остальное, в принципе, все кристицветные, салатные культуры, там, не знаю, капустные и некоторые другие овощи, типа капусты, таких, вистовы. Вот, тоже можно растить на микрозеленье, да. А какая температура должна быть на ферме? Ну, она сейчас 27, но в идеале она должна быть до 24. 26 – это предел. Вот, у нас просто не было света, я сейчас только включился, а температура набирается. Ну, в среднем это 22-24, это идеально. Если температура выше, как у нас 27, 28, 30, мы включаем вентиляторы. У нас два вентилятора на все ярусы, они мощные, продавается все полностью, и таким образом можно вывести с высокой температурой, но на обдуве. И, конечно, желательно влажно удержать в радиусе 50-60%. То есть, если 70-80, то уже начинаются проблемы, поэтому надо ставить осушитель, ставить вытяжку, чтобы воздух вытягивался. В целом, идеальная температура 18-24, идеальная влажность 40-70. Ниже 40 уже прям плохо растение, ну, зависит, конечно, какое растение, там, салат, повлажнее нужно, там рукаве и шпинат тоже повлажнее, и температура пониже. Микрозелени можно повыше, цвета можно повыше, температура зависит от растения вообще. Много гневаться, много удобностей. Почему ты решил открыть ферму в Индии? Я пошел по ресторанам, я посмотрел, что уже есть зелень, она в магазинах лежит, микрозелень. Здесь много люксовых заведений, ресторанов, которые готовы отдавать хорошие деньги за то, чтобы выделяться, чтобы было уникально, красиво. И мы провели первый вопрос, спросили там, интересно, неинтересно, вот если мы это привезем. Они согласились и по цветам, и ценник московский мы поставили, то есть, буря в жизни низкий, но по цене московский ценник по зелень. И, естественно, я подумал, почему бы не открыть? Я очень жалею, что я не открыл раньше, когда я же тут уже нахожу 16 месяцев, и буквально только вот полгода я этим занимаюсь здесь, ну, вместо 4-5 месяцев. Начал дома выращивать, вылез он в рассаду цветов, и вот мы переехали в помещение иначе. Мне кажется, во многих азиатских странах ребята просят открываться, то есть Камбоджа есть, Черногория фермы есть, Канадские острова, то есть в многих странах это востребовано, это интересно. Это рестораны, магазины и физлица. Везде, всегда все едят зелень. У всех на столах есть зелень, базилики, салаты. Вот можно это дать. В хорошем качестве лучше, и зелень на гидропонике, она зачастую полезнее. Здесь все правильно делать, в технологии она полезнее, чем на огороде выращенной зелень. Здесь мы даем питательных веществ настолько, сколько нужно, не перебарщиваем, не докладываем, то есть получается идеальная концентрация всех полезных веществ. Зелень получает, в том, настолько, сколько и нужно. Опять-таки, я сделал все правильно по технологии. Если технологию не соблюдать, можно либо навредить себе продуктом конечным, либо навредить растению, и оно просто не выживет. Отличается ли твой индийский ассортимент от российского? Да, да, вообще даже в пределах одного города, в черте одного города, две разные фермы могут продавать абсолютно разную зелень. Ассортимент нужно подстраивать под специфику города. У нас здесь керви, у нас здесь фенхи, у нас здесь тмин, у нас здесь кориандр, то, что индусы добавляют в еду. У нас здесь много пряных, то есть тимьян, розмарин, редиска. У них редиска вообще прям стрёмная, они не знают, что такое редиска, какой вкус у нас стоящий, поэтому у нас редиса много. Именно подстраиваемся под специфику города или региона. Если это Махачкала, туда тоже много пряных, много кинзы, много базилика, много тимьяна, розмарина. Если это средний, там, российский город какой-нибудь. Ну, сначала берем классику, все классические культуры, потом уже, соответственно, по запросу от клиента мы настраиваем те культуры, которые нужны. Или говорим, что мы можем вот это, вот это, вот это, что вы бы хотели. То есть, да, максимально отличается по специфике. То есть, нужно смотреть на то, что кушают, что добавляют в блюда, какими приправами к ним пользуются, и, соответственно, уже под эти приправы мы подставимся. По сути, вот этот фенхель, керви, кинза, эту приправу индусы в виде семян добавляют в еду. А мы ее вырастили, и получилось так, что это то же самое, только зеленое. Это для украшения прям вообще прекрасно будет залетать. Никит, а как мне узнать, что лучше выращивать в моем городе? Есть два варианта. Либо собрать опрятную связь, обзвонить, спросить, спросить прямо, ребят, вот что вы хотите, вот у вас есть ли рукола, там, базилиф, хорошего ли качества, регулярно, хватает, но приходить с пустыми руками, просто спрашивать, можно ли что-то я вам продав, такое себе занятие, потому что они сначала скажут да, а вы скажете, что ну, через два месяца, может быть, я приеду, привезу, потому что сейчас-то нет ничего, правильно? То есть нужно сначала что-то вырастить, поставить один такой, хотя бы небольшой стеллажик, туда посадить микрозелень, бобезелень, бряные травы, цветы обязательно взять, по чуть-чуть, там, пару цветочков взять, парочку пряных трав, срезать листики посрезать, то же самое на струкции листики, микс набрать, с этим уже прийти и сказать, вот смотрите, есть вот это, есть объем, то есть скажите мне, что я могу для вас вылистили, что вам не хватает? Если в моем городе уже есть несколько ферм, стоит ли мне открывать свою? Во-первых, я хочу сразу сказать, что конкуренции практически не существует, напишите, не знаю, там, в ближайшем, если такой не крупный, не Москва, конечно, средний город, напишите ближайшим конкурентам, трем-четырем, запросите коммерческое предложение, часть сольется, часть не ответит, у части нет ничего сейчас выращенного, они только под заказ растя, по микрозелени конкуренция сильная, каждый, кому или лень, выращивает сейчас на подоконнике дома и пытается продать, на вид объемники стоят, вот, но цветов практически сейчас еще, ну, оборот набирают, но мало у кого есть цветы, если дать как минимум цветы, благодаря этому можно заплатить, каждый третий ресторан точно согласится на сотрудничество, если прийти с горохом, редиской, там, руколой, они развернут, скажут до свидания, ты уже за сегодня десятый пришел, поэтому это не работает, с микрозеленью сейчас она уходит на дальний план, мы перебираемся на цветы, бэби, рукола, шпинат, базилик, вот, это самое такое маржинальное, популярное, но не салаты, салаты самые практически невыгодные, высокая себестоимость, низкая цена продажи, салаты выгодны на объемах, вот, все остальное, что я перечислил, прям, хоть с маленького объема, можно начинать без проблем. Как понять, какую цену ставить на мою зелень? Мы никогда не ориентируемся на авито, на авито ставят там самую минимальную цену, бесполезную 80, там по 50 рублей из зелени, люди ничего с этого не зарабатывают, они ориентир, цену можно узнать одним единственным способом, ну, если прям, прям конкретно, найти ближайших 3-4 конкурентов, запросить у них российское мережское предложение, как раз тем самым можно прощупать и конкуренция, да, насколько они серьезные, не серьезные, ребятам там, спросить у них какие объемы там, цветы, не цветы, сразу прощупать, все они дают свой прайс-лист и соответственно на него мы ориентируемся, мы не можем поставить цену сильно выше, всегда рекомендую ставить выше на 10, до 15, 20, 30 рублей, проще, потому что сделать скидку, чем потом повысить цену, они начнут выделаться, поэтому говорим вот 200 рублей, для вас там 100, 180, в этом году я еще задрал цены на 30%, потому что единственная ферма в городе, очень большой спрос, и мы сделали еще выше цене, то есть прям раза в два больше будем зарабатывать, чем по сравнению с хорошим, в прошлом году. А сколько стоит небольшой стеллаж для бизнеса? Стеллажку купили за полторы тысячи, и светильники примерно по 600 рублей каждый, вот здесь у нас хорошие светильники, дорогие, профессиональные, очень яркие, здесь у нас для цветов, если вы выращиваете перво-наперво, для себя потренироваться, прошипать рынок, можно использовать дешевое освещение бытовое, но опять-таки, на дешевом бытовом освещении разница колоссальная, если взять безумно вырастить, на дешевом освещении не на дорогом, на дешевом освещении она будет бледная, вытянутая, стрёмная, а на дорогом будет яркая, пушистая, быстрее будет расти, то есть это конкурентоспособность, если в городе нет конкуренции, не существует в принципе, или там одна ферма, а город такой крупный, то конечно можно на обычных дешевых бытовых сведенников, выращивать, по 200 рублей они стоят, если есть конкуренция, нужно как-то отличаться, удивлять, вырастить цветы и взрослой зелень, исключительно только дорогие профессиональные светильники, светильники не фиолетовые, не розовые, не какие-то там вот эти вот фито, это все маркетинг, это, они не отличаются ничем от вот таких вот обычных бытовых светильников, вот у нас часть зелени растет на обычных, по 120 рублей я купил вот такие вот, то есть микрозелень, там горошек, редиска, некоторые капусты, амарант мы вытягиваем на них, потому что когда плохое освещение, растение вытягивается, хорошо растет, далее у нас еще 4 яруса на дорогом освещении, исключительно только так, потому что разница будет очень заметная, все зависит опять-таки от конкуренции, конкуренция есть, стремимся к вот этих светильников, конкуренции нет, можно на дешевых вообще полностью прекрасно растить, то есть на дешевом освещении мы получаем с квадратного метра 100 цветов, на дорогом освещении 500 цветов в месяц, условно, или в неделю, то есть вот то на то и как бы разился, и чтобы получить такой же эффект от дорогих, как от дорогих светильников, используя дешевые, нужно использовать 4 дешевых вместо одного дорогого, то есть это по ватам получится больше, и татран больше, на дистанции с дорогими светильниками они окупятся кратно, а дешевые будут и энергии больше расходовать, и зелень будет вялой, жухлой, вытянутой, бледной, ну и не ароматный, ну и цветы как бы тоже совсем по-моему есть. А сколько можно заработать с такого стеллажа? 80 лотков можно разово выращивать на этом стеллаже, если это микрозелень, мы получаем 4 оборота в месяц, 320 лотков можно нарастить на этом стеллаже в месяц, продаем по 100 рублей, получаем 32 тысячи, то есть примерно 30-40 тысяч можно заработать, вызывать уже с такого одного стеллажа, но если растет только микрозелий, и если все продается полностью, там у нас и цветы, и зелень, поэтому в принципе с одного такого стеллажа мы выходим на 15-20 тысяч рублей. Сколько можно заработать со стеллажа с автополивом? Тут у нас 6 ярусов, значит помещает один ярус у нас порядка 60 лотков, даже 70, 70 лотков в один ярус. Значит мы можем примерно делать в месяц 900 лотков на нем микрозелень, 90 тысяч. Вот такие пробочки мы выращиваем для ресторанов, чтобы предлагать им сотрудничество, то есть мы берем там какие-то штуки 3-4 таких маленьких, оставляем их, ну и соответственно люди уже там пробуют, используют. Здесь нету зелени в растущем виде, здесь все срезом, мы даем уникальность в растущем виде, хранится лучше и удобнее используем. Я подумал просто сделать такие там постовые, например, если у нас эти 200, то эти постовые не нужно продавать, вообще прекрасно. Можно ли заработать миллион на микрозелени? Миллионы, я сказал миллионы. Ну раньше, да, раньше можно было на микрозелени много зарабатывать, если крупный город, сейчас уже это цветы, пряные травы, салаты, если объем большой. Ну и микрозелень, да. Микрозелень почему? Она самая маржинальная, там накрутка 500-1000% идет на продукт, 400, 500, 600, до 1000. На проростке накрутка до 10 тысяч процентов, на цветы там тоже порядка 1000%, если не больше. То есть накрутка хорошая идет, против салата, который в себе стоимость 450-400, продажа 600-700, то есть это вообще прям очень маленькая маржа. Поэтому можно заработать и 1, 3, 5, 10 миллионов на микрозелени, не только, ну как бы и на микрозелени в том числе, но нужно разнообразить продукцию и дать рынку то, чего нет. И реально здесь можно заработать и деньги. На собственном опыте проверено на опыте многих клиентов. А у тебя есть какие-то необычные растения? Ну пока у нас тут ничего такого прям сверхъестественного, есть хрустальная трава, только вот начинаются. Такие хрусталики должны переливаться на камере, если видно. Она такая водянистая, немножко солоноватая, очень вкусная, типа суккулент, такой нежненький, у него цветы будут очень красивые. Далее, из того, что мне нравится безумно, это шиса, шиса-берила. Есть фиолетовый, есть бикалор. Это прям вообще топчик, здесь такого нет, он пряный, и дусам понравится. Будем выращивать большими кустами, она черенкуется, и будем черенковать. Не будем в их платках, будем именно листьями продавать. И самый гвоздь, самый классный, это, конечно же, электрическая трава. Отмел электрическая, стрелатес, это называет во рту ощущение электрических покалываний. Как будто электричество бьет, но еще маленькая, она вырастет, будут желтые, такие здоровые бутоны, и прям ощущения нереальные. То есть, как минимум, с этой электрической травой, если с физицами работаем, мы даем каждому попробовать, все пробуют, вот такие шары делают, что это такое, это что-то непонятное, слюни бегут, какие-то ощущения странные. Они запоминают, вы откладываетесь, у них в голове, и они потом вспоминают о вас. Ага, зелень, ага, что-то ел, такого круто, возьму, закажу там цветов, хотя пакет, свадьба, там, день рождения, Новый Гольф, и заказывают. Если это коммерция, если это рестораны, алкогольные коктейли на их основе делать, это прям топчик вообще, потому что это отличие будет бара от других. То есть, мы приходим и говорим, смотрите, вот, во-первых, пробуйте, пока он жует, у него глаза становится все больше, он не понимает, что происходит, что во рту, как это вообще. И мы все объясняем, вот это туда-сюда, как бы вот полезно, вкусно, у вас такие коктейли будут уникальнейшие, просто ни у кого таких не будет. И, конечно, люди на это клюют, как бы они делают настойки алкогольные на основе акмелы, они добавляют их в состав коктейлей, в состав смузи и вызывают офигеть, какую реакцию у людей. То есть, именно эта реакция людей заставляет их это брать и продавать, потому что людям нравится, хороший отзыв, и это 100% в жизни никто никогда не пробовал. Это что-то невероятно уникальный вкус, это просто, ну, просто он не повторим. Такого, такого никто никогда не пробовал, все, кого я добавил, все просто дико в шоке были. Что это, как это, львиный зев, очень интересные, такие маленькие цветочки, львиный зев обычно здоровый, а это прям такие маленькие цветочки дают, компактные, красивые. Ну, и куст сам мне нравится, как-то странно растет, ширь, не вверх. Тоже необычно, впервые с ним сталкиваюсь, горьковатый, правда, но для украшения блюд вообще просто прекрасно найдет. А что означает даогрин, и как ты придумал это название? Нас было изначально четверо, значит, я, моя жена, товарищ, который вложил денег, и мы, значит, устроили мозговой штурм. Как назвать фирму, бренд, придумать? Устроили мозговой штурм, собрались четвером, начали обсуждать. Много идей накидывали и что-то придумали, типа зеленый путь, что-то типа такого. Путь дау и зеленый грин, путь дау грин. А мы еще раз дау грин, дау, сам значок взяли, перевернули, два глаза получилось, мы задавали рот, надели его наушники, потому что зелень слушает классическую музыку, чтобы расти лучше, чувствовать себя лучше. И так появился дау грин. Были ли у тебя недовольные клиенты? Слушай, ну всегда есть недовольные клиенты, они всегда есть у всех и везде. Недовольные, почему они были? Ну, по разным причинам, которые более индивидуально к людям относятся лично. То есть, вот, продажи, да, аспект продажи. Я говорю, нужно идти в шеф-повар и предлагать ему продукты. Люди говорят, а, ну я стесняюсь, я не хочу там, не знаю, как-то мне стремно. То есть, такие вот. Но они говорят, блин, я думал, все будет проще, а все не так просто. Это бизнес. Тут нужно работать, тут нужно много работать, нужно впахивать, вообще прям просто, гудеть, везде, три месяца, как минимум, чтобы у тебя были продажи. Вот, поэтому тут нужно ходить, разговаривать, ездить. Каждый день нужно ходить на ферму. То есть, они насмотрятся роликов, там, уделяя тот же там, зеленый шеф, полтора-два часа в день и зарабатывая от 500 баксов в неделю у него написано, если не ошибаюсь. То есть, они такие, ой, фига себе, блин, слава поставил, 500 баксов в неделю, конечно, ебану делать. А потом, как они понимают, что там, о, сколько всего нужно делать, сколько работать, сколько всего знать. И они потом, конечно, недовольны, говорят, это как это, блин, что он сразу сказал, что будет так сложно. Конечно, будет сложно, это же любой бизнес, нет такого, что, чтобы заработать там 100 тысяч и ничего не делать, это прям максимально невозможно, мне кажется, поэтому, конечно, есть сложности свои. Передумал, перехотел, разонравилось и сам на себя обижен, потому что, ну, человек слабый, он не дошел до конца. То есть, он потратил столько времени, вот, все это изучал, все это смотрел, готовился, грелся, купил курс, начал проходить и передумал. Перехотел там, не знаю, какие-то проблемы случились, конечно, он должен быть недоволен, побольше с собой, не мной, а с собой он был доволен, потому что, блин, столько всего сделал, и он, а кому вы сказали, конечно, мне восказать цвет, а ты там такой, такой, ну, такого практически не было, было пару клиентов, но и то, они сказали, что все круто, все классно, бизнес работает, нам нравится, но мы ожидали другого, мы не знали, что нужно будет много ездить, много предлагать, у меня там семья, они попробовали бизнес, вложили 300 тысяч, передумали, мы продали оборудование, на эти же 300 тысяч, они вернули свои деньги, получили классный опыт, все, мы подобно разошлись, и другой у меня, второй человек, он перешел на криптовалюту, он говорит, вот, я попробовал, позанимался, круто, классно, деньги идут, думаю, нанять сотрудника, но так почему-то его не нанял, ушел в криптовалюту, то есть все, как он должен, больше таких инцидентов, что люди недовольны не было, люди просто часто, тупо перестают писать, то есть они вот оплатили, проходит полгода, и не слышно, не видно ничего, ну вот такое, часто бывает, что люди тупо начинают игнорировать, даже те, кто просто купил курс, они могут начать игнорировать, не знаю почему, все-таки это внутренней проблемой, а так, чтобы кто-то был недоволен, такого практически не было. А как микрозелень повлияла на твою жизнь? Слушай, максимально благоприятно, я ее ем, как не всегда, часто, сейчас, правда, не очень, но вообще, в принципе, мы с женой по два, по три лотка за один прием пищи можем съесть. Начиналось все, исключительно из-за денег, но потом это переросло в такую философию, и я создал фирму Dow Green, и есть своя философия, это семья целая, здесь про здоровье, про пользу, про культуру здорового питания, мы прививаем культуру здорового питания, я в городе был первый, никто не знал о микрозелени, и мне приходилось все это вот так вот нарабатывать, нарабатывать, это и хорошо, и плохо, когда в городе нет зелени, хорошо, что нет конкуренции, плохо, что никто не знает, и людям нужно донести, что это такое, почему это полезно, и как это использовать. Даже в ресторанах было не очень легко, все это продвигает, но в целом, в целом, забот прям хорошо, хорошо развился, и дошел до того, что сами начали писать рестораны, и зелени просто не хватало. каждый день с утра, каждый день с утра и вечером, стабильно в течение двух лет, я каждый день приходил на ферму, то есть ни разу не пропустил, это прям дисциплина, нужно, ты знаешь, что нужно, если ты не придешь, все сдохнет, и ты не заработаешь, поэтому это дисциплина. Второе, это, конечно, финансы, в Ейске я развил ферму, то 150 тысяч, то есть это для моего города 5 зарплат, 5 зарплат для такого небольшого города. Ну и здоровье, я бросил много привычек, я начал бить ветграсс, я начал есть зелень много, и состояние начало уравниваться, начал высыпаться, ну и в целом, как-то проблемы со здоровьем пропали, особенно поводря ветграсс, ветграсс, он прямо волшебный эликсир, и больше людей про него знает. Никита, вот что бы ты посоветовал начинающему ситифермеру? Няк, что бы я посоветовал начинающему ситифермеру? Я расскажу просто стратегию, которой мы придерживаемся по большей части. Какой бы ни был бюджет, 100 тысяч, 200 миллионов, 5 миллионов, мы всегда начинаем с одного-двух стеллажей. Вот это вот вполне достаточно. Стеллажа, ручной полив, для чего? Пробуем вырастить все подряд, и цветы, и травы, и байпи-зелени, и микрозелени, и все-все-все. И с этим уже идем продавать. То есть мы таким образом узнаем спрос, на что будет спрос на рынке в данном городе, на что будет больше спрос, что рынок захочет. Если просто вот мне пишут, говорят, вот я поставил там 50 стеллажей условно, да, я хочу выращивать только микрозелень. Ну, конечно, так человек далеко не уедет, если там, если у него нету заранее спытано микрозелень, такого большого, то конечно он далеко не уедет. Нужно разнообразие. То есть совет конкретно такой. Сначала попробовать вырастить, во-первых, научиться, во-вторых, вырастить больше спектр культур, чтобы с ними прийти уже, предложить, вот смотрите, вот это, вот это, вот это, то есть у вас менятью, да, у нас тут чуть капустки, чуть там аморанта, чуть того, чуть того, чуть того, и вы говорите, вот это в любое растение я могу в любом мере вырастить, вот только скажите мне, что нужно. В итоге таким образом что-то отсеется, уберет, что-то наоборот они попросят, но это такая самая романтичная стратегия. Первое вложение там до 100 тысяч, второй этап уже сколько хотите, хоть миллион, хоть два, хоть три, хоть пять, хоть десять миллионов. То есть нужно главное обкатать технологию, понять вообще нравится тебе это или нет. Ну вот, еще один важный совет, нужно, тот кто гонится просто тупо за деньгами, тупо заработать денег вот на вот это, неважно чем, то есть это может быть любой проект, да не даже, не только микрозелий. Утого редко что получается, то есть это нужно чувствовать, нужно любить, это нужно нравиться, это нужно хотеть, то есть иногда отношения со стенами выстраивать определенные, таким образом получится результат. Если просто к этому относиться, как зарабатывали в бабах, просто тупо деньги, ну может не получиться. Были такие у меня кейсы, что кто-то тупо глядился с деньгами, я объяснял, что нужно как-то это все там продумать, там это же растения не живые, это же интересный процесс, нет, мне только бабы нужны, но вот таких не всегда сополучается. А тот, кто сначала с душой начинает все это делать, выращивать, пробует, тогда конечно результат гораздо лучше и быстрее достигается, потому что душа сама этого хочет, это все нравится, это вдохновляет, это каждый все меняется красиво, естественно, поэтому конечно важно вот именно хотеть и желать это, решить для себя твердо. Хочешь этим заниматься или не хочешь? Если хочешь, все, назад мы не оглядываемся, мы не смотрим там, блин, вот если бы там получили 8 отказов, там никому не нужно, такого не бывает. Всегда, везде, всем нужна зелень. Спрос есть всегда, нужно сделать правильное предложение, то есть главное отдать тот продукт, который будет востребован. Если люди не понимают, не знают, не хотят, так вы покажите им, чем это полезно, зачем им это нужно, узнайте их поле, здоровье там, нездоровье, польза, внешний вид, кожа, волосы, ногти, будут лучше, красивее. Покажите на своем резерве, покажите на своем примере, пейте, ешьте, рассказывайте об этом, то есть это только так работает. И последний вопрос. Три твоих главных правила в бизнесе? В бизнесе? Нормальное дело нормально будет? Ну ладно, значит, как это называется? Сервис, сервис, очень важно дать хороший сервис. Сейчас многие фермы, фермеры страдают от того, что отсутствует, в принципе, сервис, что рестораны заказывают и им не сегодня привозят. Или они спрашивают, что есть в наличии, части нет в наличии, то есть, ну не всегда все есть, да, под заказ не все хотят, все хотят здесь и сейчас. Поэтому это сервис, это нужно с каждым разговаривать, каждому все объяснять, говорить, вот вам такой бюроф, вот такой бюроф, или вот такой бюроф, а что бы вы хотели, вот такие цветы, или вот такие цветы, что вам интересно. И люди сами скажут, что им интересно, и как бы сервис очень важен. Красиво оформить, сделать красивую подачу, предложить несколько разных вариантов, то есть, это прям очень важно. Следующее правило, разнообразие, естественно, то есть, как я говорю, только микрозелем не обойтись, нужно и цветы, и пряные травки, там базилики всякие, розмарины, тимьяны, там много всего у нас интересного, черенкуем, размножаем. Это разнообразие. Нужно продавать не то, что хочешь ты, а то, что хочет рынок. Сейчас я сталкиваюсь с тем, что ребята продают только то, что они хотят выращивать. То есть, рынку нужна, не знаю, кейл, а они выращивают мизу. Ну, нет, кейл, а мы не хотим выращивать. Ну, конечно, это не работает. Нужно именно дать то, что хочется рынку, под него подстраиваться. Это вот второе правило. Ну, в принципе, как бы относиться нужно к этому не как к бизнесу, а как к чему-то такому живому. Ну, во-первых, оно в принципе все живое, да, растения, они живые, живут, они растут, они меняются. То есть, нужно относиться к этому как к живому. То есть, я с ними так разговариваю, иногда это музыку мы включаем, они слушают. Это очень важно. Они чувствуют это, и это все получается, если все есть с плохим настроением, то они будут, ну, не очень расти, проверить, но уже неоднократно. Если все с прошлым настроением, они будут прекрасно расти, быстро расти, которые чувствуют. То есть, нужно чувствовать, общаться с ними, как бы, симпатию к ним испытывать. Ну, и что там еще главное? Не, как это по-русски, не филонить. Филонить. Нужно регулярно делать много действий. Сколько посеешь, столько и пожнешь. То есть, если я хочу заработать 100 тысяч, то мне нужно сеять на 100 тысяч. А если я сею на 10 тысяч, то как я 100 заработаю? Мне нужно сразу сеять больше. Нужно сеять с опасом. Нужна зелень, которая перерастает уже, то есть, она уже все вот-вот уже сдохнет. Отдавайте ее в рекламу. Дайте кому-либо, скажите, доставьте нам отзыв, или вот вам образцы, попробуйте, или подарок кому-то дать. То есть, нужно вот именно таким образом себя вести, мне кажется.